Всем привет! Мы рассказываем о главном в Беларуси за неделю. С вами Алина Исаченко. Зачем польский судья просил убежище у Лукашенко? И как Роман Протасевич оказался должен властям 7 миллионов долларов? Об этом и не только в этом выпуске. Не забывайте подписываться и ставить лайк. На этой неделе внимание белорусских пропагандистов было приковано к судье из Варшавы Томашу Шмидту, попросившего у Александра Лукашенко политическое убежище. Шмидт уже успел провести в Минске пресс-конференцию, где, окруженный провластными журналистами, рассказал о свободе слова в Беларуси и похвалил Лукашенко за сохранение мира и спокойствия. Шмидт заявил, что выступает против политики польских властей в отношении Беларуси и России. По словам судьи, его вынудили покинуть Польшу из-за его политических взглядов. Кроме белорусских СМИ, он даже успел выступить в программе у Соловьева. А вот в самой Польше на отъезд судей отреагировали начатым расследованием по обвинению в шпионаже. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что судья имел доступ к секретным документам. Он также добавил, что связи Шмидта с белорусскими властями уходят корнями в прошлое. Агентство внутренней безопасности Польши собирается выяснить, к какой секретной информации имел доступ Шмидт. Про то, удалось ли Шмидту вывести в Беларусь секретные документы, у него, кстати, поинтересовался ведущий ОНТ, это белорусский государственный телеканал Игорь Тур. Шмидт ответил, что это трудный вопрос, при этом добавив, что имел доступ к различной секретной информации. С начала войны России с Украиной это, по крайней мере, второй известный СМИ случай, когда гражданин Польши просит убежище в Беларуси. Ранее с подобной просьбой к белорусским властям обратился польский перебежчик Эмиль Чека. В Польше против Чека возбудили уголовное дело о дезертирстве и объявили в розыск. Ему грозило до 10 лет тюрьмы. Правда, переезд в Беларусь для него закончился печально. В марте 2022 года его обнаружили повешенным в собственной квартире в Минске. Беларусь проведет внезапную проверку боеготовности тактического ядерного оружия по распоряжению Александра Лукашенко. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По словам замминистра обороны Александра Вольфовича, военные проверят готовность к использованию штурмовиков Су-25, ракетных дивизионов Искандер и оперативно-тактических комплексов Полонез. Военный чиновник также отметил, что предстоящие мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств. Кстати, об аналогичной проверке незадолго до этого заявила Минобороны России. В ведомстве объявили о проведении учений с тактическим ядерным оружием неподалеку от украинской границы. Александр Лукашенко связал предстоящие проверки с обострением угрозы стороны Запада. И это не в первый раз. На фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Беларуси принимается комплекс мер адекватного реагирования на обострение обстановки. Как я говорил, мы уже лоб в лоб стоим североатлантическим блоком. Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Напомню, что после изменений в Конституцию Беларуси в 2022 году Беларусь потеряла статус безъядерной державы. Вскоре после этого государственные СМИ рассказали о ввозе в страну российских ракетных комплексов «Искандер». Многие западные журналисты обращают внимание на спутниковые снимки, которые были сделаны в Осиповичском районе Беларуси. На них можно видеть разросшуюся сеть складов под ядерные боеприпасы. По словам самого Александра Лукашенко, по всей стране размещено несколько десятков ядерных боеприпасов в целях сдерживания потенциальных противников. Бывший оппозиционер Роман Протасевич рассказал в своем стриме, что должен выплатить государству более 7 миллионов долларов. Откуда взялась такая сумма? По словам Протасевича, в основном это долг за ущерб, якобы нанесенный МРД Беларуси. В своем стриме Протасевич разъяснил, что она возникла из постановления суда. Ее должны разделить между собой создатели и редакторы проекта «Нехта». Он сам, Ян Рудик и Степан Путила. Рудик и Путила, кстати, живут за границей и в Беларуси заочно приговорены к огромным срокам. И напомню, что «Нехта» признан белорусскими властями экстремистским. Сам Протасевич выглядел на видео растерянным. Он заявил, что не знает, как выплачивать этот долг. Но, скажу честно, я понятия не имею, что с этим делать и как дальше жить. Понятно, что у меня нет и близко таких денег. У меня, в принципе, в собственности нет вообще ничего совсем. У меня, знаете, складывается ощущение, что у меня есть, в общем-то, вот только три выхода. Только три варианта развития событий. Это уехать, платить всю жизнь 50% любого моего дохода, езжать фактически на минималку. Ну или, я не знаю, лезть в петлю. Но последний вариант точно не про меня. Остается выбирать что-то из двух предыдущих. При этом Протасевич подчеркнул, что у него нет никаких претензий к суду или судье. Напомним, что Романа Протасевича задержали в 2021 году. Он пошел на сотрудничество со следствием, активно выступал против белорусской оппозиции и поддерживал политику Лукашенко. В мае 1923 года Протасевича приговорили к 8 годам колонии, но через пару недель его помиловал сам Александр Лукашенко. С тех пор Протасевич живет в Белоруссии и периодически рассказывает о своей жизни. На этом у нас все. Смотрите нас на YouTube-канале, заходите на наш сайт bbcrussian.com. Там у нас каждую пятницу выходит письменная версия главного Белоруссии за неделю. Всего доброго!